Hello, hello! Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary. Меня зовут Елена Викторовна, и мы разбираем с вами в данном плейлисте по 20 дополнительных примеров на каждое правило английской грамматики. Я считаю, что это крайне полезно разбирать примеры, потому что примеры помогают посмотреть, как правило работает на практике, не только в теории, в объяснениях, а вот как оно есть. Если вы со мной согласны, то, думаю, вам сегодняшний урок понравится, потому что мы с вами разберем 20 примеров по такой теме, как reported speech, косвенная речь. Reported speech помогает передать слова другого человека. Это 50-й урок, друзья, мы в нашей серии, то есть мы уже с вами практически половину данной книги, на которой я основываю свои уроки, проработали. А книга, по которой мы работаем, называется Essential Grammar in Use английская грамматика для начинающих, автора Реймонд Мерфи. Если кто-то что-то говорит, то, как правило, мы его не цитируем. Цитируем мы обычно знаменитостей, да, каких-то celebrities, популярных людей, ученых, там, я не знаю, Пушкина, Толстого, а простых людей мы не цитируем. Мы пересказываем их слова, мы эти слова интерпретируем. Например, если мне моя дочка скажет «Мама, посмотри сюда», то я перескажу слова так. «Дочка сказала, чтобы я посмотрела туда». То есть я пересказываю ее слова, а не цитирую дословно. Дочь сказала «Мама, посмотри сюда». Нет, нет нужды делать цитирование, надеюсь, этот момент понятен. Мы с вами в речи очень часто пользуемся косвенной речью, то есть очень часто мы пересказываем слова другого человека. Когда рассказываем истории, пересказываем какие-то события и так далее. Для этого мы с вами используем сложное предложение, которое состоит из двух половинок. в первой половинке, в первой части мы указываем кого-то и что он сказал. Например, «My daughter said», «Моя дочка сказала», «He told», «Он сказал», «She asked», «Она спросила». Потом мы ставим слово «that», и после «that» начинается вторая часть, где мы собственно говоря пересказываем чужие слова. У нас есть интересные, необычные, особые правила для передачи косвенной речи, которые мы разобрали в уроке теоретическом. Но если говорить очень коротко, то мы все, что было настоящим, делаем прошлым. То есть все, что было am, is, are, становится was, were. Все, что было do, становится did. Все, что было have, has, становится had. Все, что было will, становится would. То есть меняются вспомогательные глаголы. С модальными глаголами иногда замена есть, например, can мы меняем на could, иногда замены нет, например, must мы оставим без изменений. Далее. Меняются местоимения, потому что того требует смысл. И мы далее увидим, как это все работает. В этом уроке мы с вами разбираем 20 примеров по принципу слова человека как цитата и то, как мы ее пересказываем. Ну что ж, если тут все ясно, давайте перейдем с вами непосредственно к практике. Итак, начинаем с вами с самого основного am, is или are, которые присутствовали в прямой речи и в косвенной будут выглядеть как was и were. I'm not tired. She said that she wasn't tired. Я не устала. Она сказала, что она не устала. То есть мы передаем ее слова и смотрим, что изменилось. Во-первых, появилась первая часть. She said that. Далее ее слова мы передали следующим образом. I поменяли на she, потому что она говорила, да, нелогично было бы поставить, например, he и нелогично оставить I. Am мы поменяли на was, все остальное без изменений. She said that she wasn't tired. Если бы я сказала без смены местоимений, то было бы she said that I wasn't tired. Как будто бы эти слова уже относились ко мне, да? То есть местоимения меняем в соответствии со смыслом. Вроде бы не очень сложно, да? Идем дальше. Мы планируем наш отпуск. Говорят люди, мои знакомые и как я передаю их слова. Они сказали, что они планировали свой отпуск. Что поменялось? Добавилась первая часть. They said that. Далее мы поменяли местоимения we на they, are на were и our на their. They said that they were planning their vacation. Кстати, обратите внимание, что that в данном случае не является обязательным элементом и когда вы почувствуете чуть больше легкости в английском языке, вам будет очень удобно от that отказаться и сказать they said they were planning their vacation. Или she said she wasn't tired. Но это потом, друзья мои, просто я должна вас предупредить, что that будет выпадать, но для русских это that очень удобно, потому что оно помогает нам сделать более дословный перевод. Они сказали, что они планировали отпуск. Видим, что при смене вспомогательного глагола то, что идет после него не меняется. Planning, видите, было, planning осталось. Tired было, tired осталось. Поэтому мы должны запомнить, что меняется только вспомогательный глагол и, как правило, вторая часть, то, что было в паре со вспомогательным глаголом, остается без изменений. Там бывают некоторые особенности, но мы о них сегодня не будем говорить. Пример. 3. I'm doing the washing up. I'm doing the washing up. Я мою посуду. She said that she was doing the washing up. Она сказала, что она моет посуду. Например, звонит ей подружка, спрашивает, ну, что ты делаешь? What are you doing? Она отвечает, I'm doing the washing up. Я мою посуду. И подружка себе подумала, ага, she said that she was doing the washing up. Первая часть. She said that. Said – это самое популярное слово, которое может стоять в первой части. Оно помогает нам сказать, что было что-то сказано. Это не единственный вариант, который тут может стоять, как я вам сказала, могут быть и другие слова, но said – все-таки самый топ вариант. Еще есть вариант told. She said that – и ее слова. Было I'm doing, стало she was doing. She said that she was doing the washing up. They are going to work now. Они сейчас идут на работу. She said that they were going to work then. Она сказала, что они как раз шли на работу. Что изменилось? Здесь, например, какая-то девушка о них говорила, да? Она говорила не о себе, и это не они говорили о себе. А, например, наша знакомая их видела, как раз когда они шли, и сказала, что они шли на работу. Поэтому, что здесь случилось? Главная часть she said that вместо имения не поменялось. They как было, так и осталось. Are поменялось на were. И еще одно изменение. Слово now, как правило, не используется в косвенной речи, поэтому мы его либо вообще выбрасываем, либо можем поменять на слово then. She said that they were going to work then. Не нужно оставлять слово now. Если забыли, на что оно меняется, то просто его выбросьте, потому что нелогично. Вот послушайте. Она сказала, что они шли на работу сейчас. Нелогично, правда? Поэтому вот с этими словами надо быть осторожнее, друзья мои. Просто обратите внимание на этот момент. Итак, Давайте теперь повторим примеры косвенной речи. Еще разочек с паузами. Я делаю паузу, чтобы вы расслышали все, что я говорю, подумали об этом и также повторили за мной вслух. She said that she wasn't tired. She said that they were planning their vacation. She said that she was doing the washing up. She said that they were going to work then. Переходим с вами дальше. Теперь мы посмотрим, как работает past continuous. будет следующая замена. Все, что было was или were поменяется на had и появится еще дополнительное слово been. Смотрим, как это работает. I was working until 11 p.m. yesterday. Я работала вчера до 11 вечера. Мы перескажем его слова следующим образом. He said that he had been working until 11 p.m. the day before. Итак, что появилось? Первая часть he said that поменялось местоимение. I поменялось на hey, потому что он мужчина. И was поменялось на had been. Working осталось без изменений. Также слово yesterday обычно не используется в косвенной речи. Его, как правило, меняют на the day before. И таким образом получилось he said that he had been working until 11 p.m. the day before. Он сказал, что он работал до 11 вечера прошлым днем. Вроде бы ничего сложного, да, надо просто, как говорится, уловить, как все это работает. И если вы забыли теорию, да, как меняются времена, я надеюсь, что благодаря этому уроку вы посмотрите, что ничего такого прямо уж сложного здесь нет. Шестой пример. We weren't doing our homework yesterday when our mother came home. Мы не делали домашнюю работу вчера, когда мама пришла домой. Здесь у нас и без того сложное предложение, большое, длинное. Первая часть We weren't doing our homework yesterday. Вторая часть When our mother came home. Поэтому в косвенной речи такое предложение будет, конечно, очень громоздким. They said that they hadn't been doing their homework yesterday when their mother had come home. Мы оставили здесь слово yesterday. Не запрещается правилами его оставлять, но можно иногда и менять. Вот как в предыдущем примере the day before. Итак, появилась главная часть, первая часть. Reporting clause. They said that. Они сказали, что? Дальше мы передаем их слова. We поменялся на they. То есть, они говорили о себе. They hadn't been doing their homework. Weren't doing поменялось на hadn't been doing. Тут все просто нужно запомнить, что was либо were меняется на два слова. Had been. They hadn't been doing their hour поменялось на their homework yesterday when their mother had come home. И теперь вот, наверное, такой мега сложный вариант. Что случилось с предложением our mother came home? Our поменялось на their, конечно, это логично. А вот что произошло с came? Came поменялось на had come. Этого времени мы не проходили, друзья мои, в контексте данной грамматики. Собственно говоря, так же, как и hadn't been doing, мы тоже не проходили этого времени. Поэтому я вам даже не говорю эти сложные названия, они вам не пригодятся. И эти времена вам вряд ли встретятся в ближайшее время. Но что нужно запомнить, что если у нас было past simple came, то оно меняется на связку had плюс третья форма глагола. Had come. Come выглядит как будто первая форма глагола, но на самом деле это третья форма глагола, потому что у come у нас первая и третья формы сходятся. Мы должны здесь запомнить, что past simple меняется на had плюс третья форма. Came поменялось на had come. Все, больше ничего такого сложного здесь нет. They said that they hadn't been doing their homework yesterday when their mother had come home. Они сказали, что они не делали домашнюю работу вчера, когда мама пришла. Застала их, что они там сидят, в игры играют, домашку не делают. Да, это жизнь друзьям, из которой я лично живу практически каждый день. Давайте еще разочек повторим наши примеры чуть медленнее. И я надеюсь, вас пример 6 не испугал. Хоть он такой длинный, но увидишь, все логично, все стройно, все хорошо. He said that he had been working until 11 p.m. the day before. They said that they hadn't been doing their homework yesterday when their mother had come home. Думаю, все получилось, друзья мои. Двигаемся дальше. Present perfect. Что происходит с ним? Все просто. С present perfect происходит ровно то же самое, что происходит с past simple. Мы получаем все тот же had и третью форму глагола. То есть, два разных времени в пересказе выглядят одинаково. Это так и есть, друзья мои, это не ошибка. I've already visited my doctor. Я уже навестил своего врача. He said that he had already visited his doctor. Он сказал, что он уже навестил своего врача. Что мы видим? Появилась опять же главная часть he said that. Далее меняются местоимения. He had already visited. Have поменялось на had. Already осталось там, где и было. Visited третья форма глагола осталась такой же, какой и была. То есть, have поменялось на had, все, больше никаких изменений нет. вот здесь в примере 6 с came произошли намного более значительные изменения, но мы получили на выходе абсолютно ту же самую форму had и третья форма глагола. Если вам очень хочется узнать, как называется это время, оно называется past perfect. Мы проходим его в грамматике среднего уровня, которую вы найдете на моем канале ok english. Там у меня есть разбор всей грамматики среднего уровня, но в контексте начального уровня мы это время не проходим, оно нам только эпизодически здесь встретилось с друзьями. И далее my поменялось на his тоже по местоимениям тут уже в общем-то интуитивно это понятно и смотрим еще раз. He said that he had already visited his doctor. Пример 8. We've met Tim on our way home. Мы встретили Тима по дороге домой. They told me that they had met Tim on their way home. Они сказали мне, что они встретили Тима по дороге домой. Что у нас появилось? Наконец-то появилось не только said, но и told. They told me. Почему у нас произошла замена? Дело в том, что если вы хотите сказать, кому это все было сказано, кому пересказали речь, а не сказали мне, то есть на меня была направлена речь, то в этом случае нельзя говорить said. После said мы не указываем на кого направлена речь. Если нужно указать это, то мы меняем слово на told. They told me that they had met Tim on their way home. Поменяясь вместо имения we на they, have met стала had met, our поменялась на their и все, больше никаких изменений. Еще раз считаем пример 7 и 8. He said that he had already visited his doctor. They told me that they had met Tim on their way home. Есть такое дело, и вот мы добрали до середины нашего курса, что происходит с future simple, с will. Тут все очень просто, мы will меняем на would. Все. I won't tell you. Я тебе не скажу. He said that he wouldn't tell me. Он сказал, что он мне не скажет. Что интересно, при переводе мы сохраняем будущее время, но в косвенной речи нельзя использовать will. Когда мы говорим о будущем из прошлого, по-русски у нас никаких изменений нет. Я говорю, что я пойду. Я говорила, что я пойду. Видите, пойду без изменений. В английском языке, когда мы говорим о будущем из настоящего, мы используем will. Когда мы говорим о будущем из прошлого, he said that, видите, у нас основа это прошлое, то мы должны говорить would, при этом смысл сохраняется тот же. He said that he wouldn't tell me. Также поменялись местоимения I на he, you на me, потому что речь была адресована ко мне. He said that he wouldn't tell me. Думаю, тоже все тут интуитивно понятно. И второй пример. We will wait for them. Мы будем их ждать. They said that they would wait for them. Они сказали, что они будут их ждать. То есть мы говорим, мы их будем ждать, но я пересказываю их слова. And they said that they would wait. А them уже остается без изменений. И также, что у нас еще интересно, will поменялось на would и все. Больше никаких изменений. Как видите, с will все очень просто. Далее, с модальными глаголами, как я вам сказала, у нас не все просто и однозначно. Can как правило будет меняться на could. Если could встретился в прямой речи, то could в косвенной речи и останется никаких изменений мы не делаем. Смотрим. We can't open the door. Мы не можем открыть дверь. They said that they couldn't open the door. Они сказали, что они не могут открыть дверь. Появилась первая часть. they said и that я убрала. Я вам сказала, что это не является обязательным. Сразу поэтому после said мы начинаем косвенную речь. Поменялось местоимение we на they. Can't поменялось на couldn't. Больше никаких изменений. They said that they couldn't open the door. Далее. Вот речь учительницы. Пушкин мог писать поэмы очень хорошо. Учительница рассказала своим ученикам, что Пушкин мог писать поэмы очень хорошо. Итак, мы добавили первую часть. The teacher told the students. Мы используем told, потому что сразу после этого мы указываем на кого была направлена речь. на студентов. На студентов. The teacher told the students. После that мы пересказываем речь. Пушкин could write poems very well. Как видим, здесь при передаче косвенной речи вообще ничего абсолютно не поменялось. Поэтому, как видите, не всегда будут происходить замены. Иногда можно вообще ничего не менять. Ура! Еще раз повторяем эти примеры. They said they couldn't open the door. The teacher told the student that Пушкин could write poems very well. Модальный глагол must и модальный глагол should остаются без изменений, ничего с ними не происходит. Смотрим, как это работает. You must brush your teeth every day. Ты должен чистить зубы каждый день. Скорее всего, мама говорит своему ребенку, да? My mother said that I must brush my teeth every day. Моя мама говорит, что я должен чистить зубы каждый день. То есть, здесь мы добавили первую часть my mother said. Далее, после that с изменением местоимений мы пересказываем слова мамы. I must brush my teeth. Мама мне говорила you must brush your teeth. Я пересказываю ее слова, адресованные ко мне. I must brush my teeth every day. Видим, что must осталось без изменений. Есть в некоторых грамматиках говорят о том, что мы должны менять must на had to. Помните, мы говорили, что как бы must у нас в прошлом не используется. Но, друзья, мы в косвенной речи, мы можем отойти встретиться вариант, что скажут my mother said that I had to brush my teeth. То есть, иногда must поменяют на had to, но, повторюсь, это не является обязательной заменой, можем must оставлять как есть. Теперь, что насчет should. You should listen to your parents, Kate. Ты должна слушаться своих родителей, Kate. То есть, кто-то, бабушка сказала своей внучке Кате. Granny told Kate that she should listen to her parents. Бабушка сказала Кате, что она должна слушаться своих родителей. Видим, что речь направлена на Катю, поэтому мы говорим Granny told Kate. И после that идет речь she should listen to her parents. Поменялись местоимения в соответствии с логикой you на she, your на her. Все остальное, как видим, без изменений. Еще раз повторяем эти два примера. My mother said that I must brush my teeth every day. Granny told Kate that she should listen to her parents. И, наконец, я вам оставила present simple. Это такое сложное, друзья мои. Сложное, ну, просто потому, что слишком много изменений. Что происходит с present simple? Если у нас был вспомогательный глагол do или does, мы его меняем на did, все остальное без изменений. Это просто. И мы сейчас посмотрим, как это работает на примере 15. I don't work every day. Он сказал, я каждый день не работаю. He said that he didn't work every day. Он сказал, что он не работает целый день. Было don't, стало didn't. все остальное кроме местоимений не поменялось. I на he и, собственно говоря, все. He said that he didn't work every day. Он сказал, что он не работает каждый день. Но, если у нас было утверждение, то мы должны поменять форму present на форму past simple. Ну, в общем-то, не так-то все и сложно. We eat bread every day. Мы едим хлеб каждый день. Они сказали, что они едят хлеб каждый день. Появилась первая часть they said that. Вторая часть they eat bread every day. Глагол eat может также читаться как eat. They said that they eat bread every day. We поменялось на they, потому что мы передаем их слова. Their words. It поменялось на add, то есть по факту present simple на past simple поменялось. Еще больше ничего не изменилось. И смотрим пример 17. We play football a lot. Мы много играем в футбол. То есть эти спортсмены рассказали нам they said that they played football a lot. Они нам рассказали, что они много играют в футбол. Слово нам здесь не было, это я от себя добавила. Они рассказали, что они много играют в футбол. They said that и дальше пошел пересказ их слов. They played football a lot. We поменялось на they play, поменялось на played. Все, больше ничего сложного. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, кому этот момент трудно дается, ничего такого сложного здесь нет. Do меняем на did, present simple на past simple. Все. Еще раз повторяем эти примеры. He said that he didn't work every day. They said that they ate bread every day. They said that they played football a lot. Окей. Последние примеры, друзья мои, но мы уже касались этой темы. Past simple. Что происходит с past simple, когда мы пересказываем чужие слова? Давайте еще раз откроем этот сложный шестой пример. Our mother came home. Стало their mother had come home. То есть появился had и третья форма глагола. Если у нас past simple стоит в отрицании, то мы должны поменять did на had оставить not и далее глагол, который был в паре с did поставить в третью форму. Это выглядит так. I didn't go to school till the age of eight. Я не ходил в школу до восьми лет. He said that he hadn't gone to school till the age of eight. Он сказал, что он не ходил в школу до восьми лет. Появилась первая часть. He said и все. Слово that здесь нет, оно выпало, но как бы подразумевается. поменялись местоимения I на he. И далее didn't go поменялось на hadn't gone. Had и глагол в третьей форме. То есть по факту did поменялось на had, а go стало в третью форму. Hadn't gone. He said that he hadn't gone to school till the age of eight. Тут все дальше без изменений. Надо просто заполнить вот эту необычную форму, друзья мои, и все. Надо ее просто запомнить. Далее I was bored so I left early. Мне было скучно, я рано ушел. Здесь у нас сложное предложение, состоящее из двух простых. Что происходит с was мы уже знаем. Оно меняется на had been. Все, что после was остается без изменений. Что происходит с past simple мы уже знаем. Оно меняется на had и третью форму глагола. Это выглядит так. He said he had been bored so he had left early. Он сказал, что ему скучно и он ушел пораньше. He said главная часть. That выпало в этом случае, но мы можем его и вставить и сказать he said that. Поменяется местоимение I на he. Was поменялось на had been bored. Осталось без изменений. He said he had been bored. So he had left early. Left во второй форме поменялось на had плюс третья форма. Had left. В данном случае с глаголом leave вторая и третья форма совпадают. I was bored so I left early. He said he had been bored so he had left early. Ничего такого прям сложного, друзья мои. Поэтому я надеюсь вы сейчас не делаете бешеные глаза и думаете боже какие страшные связки. Надо их просто запомнить как математические формулы. И последний пример. I loved her so much. Я так ее любил. He said he had loved her very much. Можно было оставить so much. Почему бы и нет. He said и дальше его слова. He had loved her. Loved во второй форме поменялось на had loved. И здесь loved технически стоит в третьей форме, но визуально они совпадают. Вот мы с вами нашли кстати еще один способ, где применяется третья форма глагола. И поверьте, это не единственный способ, который вам предстоит узнать. То есть таких способов очень много, но как видите, третья форма глагола используется не только в present perfect, в пассивном зоологии, могут быть и другие варианты. Еще разочек читаем эти три примера. He said he hadn't gone to school till the age of age He said he had been bored so he had left early He said he had loved her very much Отлично, друзья мои, мы наконец-то дошли до конца урока, как видите, он у нас получился очень большой, потому что очень много примеров мы разобрали, поэтому здесь на слайде для повторения мы не будем повторять прямую речь, мы повторим только сами предложения, которые содержат косвенную речь, то есть пересказ чужих слов, и будем работать в чуть более высоком темпе. Окей. She said that she wasn't tired. They said that they were planning their vacation. She said that she was doing the washing up. She said that they were going to work then. He said that he had been working until 11 p.m. the day before. They said that they hadn't been doing their homework yesterday when their mother had come home. He said that he had already visited his doctor. They told me that they had met Tim on their way home. He said that he wouldn't tell me. They said that they would wait for them. They said they couldn't open the door. The teacher told the student that Pushkin could write poems very well. My mother said that I must brush my teeth every day. Granny told Kate that she should listen to her parents. He said that he didn't work every day. They said that they ate bread every day. They said that they played football a lot. He said he hadn't gone to school till the age of 8. he said he had been bored so he had left early. He said that he had loved her very much. Отлично, друзья мои, и, наконец-таки, последний слайд. Поработайте, пожалуйста, с переводом. Все примеры, которые мы с вами только что повторили, содержатся на этом одном-единственном слайде. Надеюсь, все у вас получится, друзья. Мы с вами много чего разобрали сегодня. Я считаю, что хорошо поработали. Занятие для вас провела Елена Викторовна. Канал Окей, канал Окей English Elementary. Следите за данным плейлистов на каждое правило английской грамматики, которые мы с вами разобрали в учебнике Essential Grammar News. И мы с вами уже в учебнике поняли, что примеров не хватает, хочется больше примеров. И вот они примеры. Работайте с ними. Обязательно работайте с этим слайдом. Учитесь делать мгновенный быстрый перевод. Делайте письменный перевод. Сверяйтесь с предыдущим слайдом. И я думаю, что постепенно все правила английского. языка уложатся, утрамбуются у вас в голове, как свеженький асфальт, по которому катаются машины. Занятие провела Елена Викторовна. И всего вам самого лучшего. Wish you all the best in your studies. And remember, practice makes perfect. Помните, что практика – путь к совершенству. Поэтому не ленимся и практикуемся. Bye-bye. See you next time.